Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 29 выпуск программы Гербы Городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня, это город Белозерск. Древнейший город севера Белоозера, первое упоминание о котором в летописи относится к 862 году, находился когда-то на противоположном от современного Белозерска северном берегу Белого озера, у нынешней деревники Снема, у истока Шексны. Во второй половине 12 века после острой борьбы между удельными князьями Белого озера вошло в состав Ростова Суздальской земли. Новгородцы сожалели о своей трате, но возвратить его уже не могли. В 1238 году Белоозера досталась во владение Глебу, сыну Василька Константиновича, погибшего в битве на реке Сить, и стала самостоятельным княжеством. Глеб Василусович I Белозерский князь, энергичный и воинственный, совершал походы в Завожье и далее овладевал Ростовом. В 1238 году Белозерское княжество стало вассалом московского государства. Славно бились белозерцы на Куликовом поле, о чем сообщается в сказании о Мамаевом побоище. Своё местоположение город сменил после опустошительной моровой язвы 1352 года. Постепенно вырос новый город, став средоточием торговли, ремесла и промыслов. Сюда шли люди из всех земель. В 16 веке здесь было уже 19 церквей, свидетельствующих о величии города. Однако с переменой торговых путей Белозерск постепенно приходит в упадок. К тому же во время польско-литовской интервенции он был полностью разрушен и долго не мог оправиться от разорения. В 1719 году Белозерск вошел в состав Санкт-Петербургской губернии, а в 1777 году стал уездным центром Новгородской губернии. Оживление города началось в связи со строительством Мариинской системы и сооружением обводного канала вокруг южного берега Белого озера. Открытие водной магистрали не только втягивало Белозерск в торговлю, но и давало его жителям различные заработки. Тысячи людей стали обслуживать водный транспорт. Промышленное развитие отмечается в годы первых довоенных пятилеток. Появились десятки предприятий, в том числе ремонтная эксплуатационная база северо-западного пароходства, маслозавод, сельскохозяйственные мастерские, рыбзавод. С открытием Волга-Балтийского водного пути Белозерск стал портом пяти морей, местом паломничества туристов, которых влекут историко-архитектурные памятники, голубая гладь озера и необъятные северные просторы. Одним из замечательных памятников Белозерска является единственный в стране полностью сохранившийся земляной вал. На валу стояли деревянные стены, а вокруг него проходил глубокий ров. Длина вала по окружности составляет 1500 метров. Когда-то через ров был проложен подъемный мост, а на валу возвышались шесть деревянных башен. В центре крепости находился дом воеводы, приказная изба, лобное место, погреба с оружием и припасами, большой пруд. В городе сохранилось несколько древних храмов, в том числе Успенский собор 1553 год, современный Белозерск районный центр Вологодской области. В 1965 году здесь проживало 12 тысяч человек. О его истории рассказывают материалы городского музея и дома музея поэта Орлова. Герб города. Щит пересеченный. В верхнем лазуревом поле ладья натурального цема с серебряным парусом, сопровождаемое двумя пониженными узкими волнообразными серебряным и лазуревым поясами. В нижнем повышенном лазуревом поле две перекрещенные золотые стерляди, сопровождаемые вверху золотыми же цифрами 862. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok